теперь начнем мы ребята второй зал с дальнего конца и пойдем на выход вот здесь у нас смотрите красавчик стоит это я думаю что модели для аэродинамической продувки вот эти железные лежат скорее всего на них проверялась аэродинамика самолета такой там красавчик сверху пушечка витку да а вот шестнадцать видите это все 16 стоят всякие правую конференции ведь вот смотрите f-105 это вот такая пушечка смотрите и патрон вот кстати цесна есть такая гражданская цвета у него интересная компоновка у него два мотора один спереди второй сзади вот можно такой купить вполне живой вариант такого класса а вот это такой супер быстрый самолет очень знаменитый турбо джет тридцать две тысячи пятьсот паундов тяга такой капитальный мотор такой здоровый красавец сколько он длинный длинный это у нас вот это вот это Blackbird SR-71C Скорость более двух тысяч миль в час представляете все дальность полета всего две с половиной тысячи миль то есть чуть больше часа он может лететь а а чтобы в нем лететь надо было специально вот в таком костюме лететь потому что видите там температуры были очень большие и высота полета прямо огромная 85 тысяч фитов он летел это примерно 30 тысяч метров три раза выше чем летают боинги это фантом 2 так смотрите шасси от какого-то S5 Galaxy не знаю что это за стоимость шасси 931 тысяча долларов за вот это шасси. Тормоза 25 тысяч долларов. Ужас, конечно. Цены колоссальные. А вот B19 BAM Bomber Tire. Вот тормоза. Видите, как выглядят? Да, красота. Красота просто. А вот гляньте, как восстановлены диски. Прям вообще все как нулевое. Видите? Ну, вполне возможно, что, кстати, это не восстановленное, а это было для обучения персонала, как типа образцы, чтобы они могли понять, как оно устроено. что у нас тут. По центру стоит два вертолета. Пройдем здесь. Вот тоже Phantom 2 стоит. Красавец. Вертолетик. Но внутри, конечно, так все простецки в них. Вон сидушки, посмотрите, какие простецкие. Ужас просто. Непонятно. Это, наверное, с другой стороны табличка на него. А вот смотрите, как не знаю, видно ли на камеру. Ну, так, конечно, все скромно, мягко выражаясь, сделано. Это, видите, открывается, чтобы можно было выпрыгивать отсюда, наверное, я думаю, с парашютом. Это что у нас интересно? Ну, наверное, дополнительный бак. Вряд ли это бомба какая-то. Смотрите, какой воздушный фильтр такой прикольный. А вот здесь видно крепление под пулемет было. Причем, смотрите, у него вот штыри для дозаправки в воздухе. И вот такой штукой его таскали. Смотрим, бухтировочный. О, сейчас мы прочитаем про него. Потом пойдем дальше. Сикорский это, видите, Super Jolly MH53M. Какое, влядь, это якорь, походу. Или поднимать что-то, или якорь, непонятно. Да, это баки, видите, вот заливная горловина спереди. Это дополнительный бак такой. Работники вон там что-то ковыряются. Сейчас мы вот до сюда зайдем и отсюда пойдем опять в ту сторону. Чуть-чуть неудобно они тут расположены. Когда идешь глазом нормально, а камерой не очень удобно. видите, какие-то ракеты непонятные тоже стоят. Так, что это у нас? F111i Air 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 ТАЗИК Кабина открыта. Видите, там тазик подставили, потому что уже целое пятно масла на полу. О, какая красная штучка, смотрите. Это стопудовая какая-то ракета такая. Потому что пилота сюда запихнуть просто некуда физически. А, дрон это. Видели? Вот так вот. Fire B. Огненная пчела. Так. Скорость максимальная 645 миль в час. Круизная 485. Дальность 750 миль. Вот такая пчелка. Вот, DC-130 мог нести 4 таких под крыльями. Кстати, мотор с ней уже вытащили. Интересно. 3200 паундов весело. Интересно, а что, взрывалось или что, непонятно. Вот это красиво выглядит, кстати. ОВИ-10А. Вот так. Интересный вид имеет. А вот еще какой-то тип патронов похожий. В 52-м году, кстати, еще сделан. На них, кстати, на всех бомбах и везде написано инерт. Я думаю, что и обозначает, что они разряжены. Так, это кто у нас такой? Под его крылом иду. Если я руку вертикально вверх подниму, и то я не достаю. Представьте, какой он высокий. Ф-15А. Это у нас Дуглов с Ф-15А. А вот этот, кстати, красивенький такой, Tiger 2. Так, сейчас мы возвращаемся обратно к тому месту, откуда. Видите, тут стулья стоят. То есть люди садятся, выступают. Что-то, изображение какое-то проецируется на экран. Хотя, кстати, интересно, я не вижу этот проектор закрепленный. То есть я понимаю, что для проецирования на экран нужен проектор. Может, его ставят сзади. Вот, видите. Вот, сделал замену аккумулятора. Аж раскалился вот такой вот и сел. Так, ну там мы с вами все посмотрели уже. Опять вернулись к этой двухмоторной цельсии, которая тебя не толкает. Вот там, кстати, сзади куча-куча разных комп, лежит ракет. Но туда сейчас нельзя пройти. Или они готовы еще к экспозиции, или что. А вот мы вернулись к этому скоростному, который... Вот смотрите, вот это его хвост. Вот так вот идет длина. Вот такой он длиннющий. Здоровый. Вот это, кстати, покрышка от него. Посмотрите, какая смешная. Написано, что выдерживает 240 кнот скорость посадочного. Так, давайте вернемся к этому полету. Может, мы так и не выяснили, кто производитель его. Сикорский CH-3. Зеленый гигант какой-то. Кстати, он плавающий. То есть, по его форме носовой, видите, он как катер. То есть, он мог плавать. Прикольно. Снизу он подвес мощный крепился. И тоже опускается задняя часть. И вот он внутри. Видите, как там выглядит. Но они, конечно, не заморачивали за военная реальность тем, как должен внутри выглядеть. Ну, а этого модель кто угадает? Ух ты, тут есть проходник. Давайте пройдем. Я тут нашел проход. Так что, ребят, попробуйте, кто угадает. Напишите в комментариях, какой это самолет. Какая модель. Так, ну мы тут попали просто к задней стороне самолетов, что не очень прикольно. А, вот. Это вьетнамская тюрьма. Не знаю, будет ли видно. Но, типа, вот так сидели. Сейчас попробую мобилой посветить. Вот, видите. Вот так ноги у них прикованы были. Вот, вот, кандалы, чтобы, типа, не сбежали. Не прикольно. Хоть лампочку сделали, чтобы она там мерцала, так, знаете, типа, горит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...